Единство в разнообразии Единство в разнообразии – необходимость построения отношений мессианских общин и церквей. Единство в разнообразии. Прежде всего хочется сказать, что Бог наш – Бог разнообразия. Стоит посмотреть вокруг и попробовать найти второго похожего на вас. Нет? Похож? Сильно? В общем-то мы все разные. Нас такими создал Творец. Он любит делать все, не повторяясь. И это его желание такое. И в общем-то не надо стремиться быть похожими на кого-то. Потому что, повторяю, я не возражаю, если вы пообщаетесь. Я действительно не против. Вы можете поговорить. Просто я тогда помолчу. Ок? Итак. Но несмотря на то, что мы все такие разные, Творец говорит, чтобы мы были какие? Едины. Иоанна, 17 глава, 21 стих. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так они да будут едины. Да уверуют мир, что ты послал меня. Вы не находите никакой связи между тем, что мир уверует, и тем, что мы едины. Судя по тексту, мир, видя наше единство, уверует в том, что Отец послал Машеха. Не нас, Машеха. Единство наше, оно является достаточно серьезным свидетельством для окружающих. И когда мы начинаем, в общем-то, немного конфликтовать между собой, То люди, глядя на это все, говорят, они такие же, как и все. Мы ничем не отличаемся. Но если люди вокруг видят единство, это начинает удивлять. Это начинает привлекать. И это является, ну, на самом деле, хорошим свидетельством того, что мы верующие. Если у нас нет единства, то вопрос, а верующие ли мы тогда? Я понятно говорю? Ок. Итак, мы призваны быть едины. Но как мы заметили, что мы не призваны быть похожими. Это не одно и то же. И единство, оно невозможно на ровном месте. Знаете, ну, как бы, я могу вас долго призывать. Давайте будем едиными, давайте будем едиными, давайте будем едиными. Но в чем едиными? То есть для того, чтобы объединиться, нужна какая-то идея. Если нету этой идеи, то мы не можем быть едиными просто так. Опять открываем Писание, в этот раз Римлянам 15 главу, 5 стих. Бог же терпение и утешение додарует вам быть единомыслием между вами по учению Иисуса Христа. Вот базис для нашего единства. Учение Иешуа, оно является этим основанием. Не литургия, не вероучение какой-то поместной церкви, а учение Иешуа, оно является тем основанием для единства, которое дано нам. Мы его навряд ли найдем. Итак, достаточно, пожалуй, того, что мы разделяем один символ веры. Знакомо вам такое понятие? Апостольский символ веры, никейский орос или последний, который был, который включал все спорные вопросы, никейо-цареградский символ веры. Это то, что по-настоящему нас делает христианами или верующими. Не вероучение, а символ веры, то есть во что мы верим и как мы живем, это то, что нас делают христианами. А не внешние какие-то проявления, литургия, вероучение. Здесь мы единства с вами не найдем. Но когда мы говорим о христианстве, то смею вас уверить, что все, кто разделяет символ веры, они становятся христианами. Все, кто отрицает какие-либо из пунктов символа веры, они уже автоматом, извините, не христиане. То есть, если мы верим в то, что Бог творец, добро пожаловать, но этого недостаточно. Мы должны верить также в то, что Иешуа, Сын Божий, родился в непорочные девы по Писанию и так дальше. Когда мы верим во все это, то мы с вами христиане, и мы будем искать единство. Но если вы отрицаете какие-либо из символов веры, к примеру, ну, кто-то отрицает Троицу. Извините, вы единственники, но вы не христиане. Мы ничего не имеем против, вы можете верить таким образом, никаких претензий. Но нам будет с вами тяжело достигать единства, потому что оно достигается на основании учения Иешуа. Итак, Филиппийцын, 3 глава, 16 стих. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Очень хорошее местописание. То, до чего мы достигли, мы и должны так мыслить, и мы же должны так жить. Другими словами, не кто-то другой. Очень часто мы хотим, чтобы кто-то жил, как я это понимаю. Не то, что хочу, а понимаю. Я понимаю, что так правильно. И, соответственно, я хочу, чтобы кто-то жил так, как я понимаю. Я должен жить по тому пониманию, до которого я достиг. Поэтому, если вы хотите навязать свою точку зрения кому-то, единство там наврядно получится. Когда мы общаемся с другими верующими, нужно понимать, что в любом споре два противника, два оппонента ведут себя не совсем честно. Знаете почему? Каждый из них считает, что он прав. А другой, соответственно, не прав. Поэтому все аргументы противника, поскольку он не прав, мы пропускаем мимо ушей. Но что вы слушаете, если он не прав? Я же сразу знаю, что он не прав. А я знаю, что я прав. И поэтому мы пропустили все, что он сказал. Но свое послание мы донесем. Но нужно сказать, что противоположная сторона поступает точно так же. Достигнем мы какого-то единства? Кто по какому правилу достиг, по тому и живи. Не кто-то другой. Не пытайтесь навязать свою правильную точку зрения. Касательно вопросов литургии. Нужно сказать, что если мы войдем в баптистскую церковь, литургия будет сильно отличаться от протестантской. Если мы зайдем к православным, к католикам, я молчу про мессианских евреев. И по секрету вам скажу, что каждый считает, что то, что он делает, правильно. Ясно, да? И на основании литургии можно достигнуть единства. Хотелось бы, конечно, сказать, что правильно у нас. Хотелось бы. Это нормально. Что правильно у нас, а все остальные, собственно говоря, не в курсе как надо. Ну, во-первых, потому что мы евреи, все остальные. Но есть некая проблема с этим. Когда вы зайдете в различные мессианские общины, вы обратитесь, что и тут литургия разная. Ну, понятно, что каждый считает, что его правильно. Но здесь есть конфликт уже и среди мессианских общин. Поэтому нам трудно сказать, что, ну, как бы, наша правильно. Ну, можно, конечно, сказать, наша правильно, не уточняя какая. Ну, сами догадайтесь, ну, в принципе, я прав, но в чем, ну, потом разберемся. Понятно, что учение в различных мессианских общинах, литургия в различных мессианских общинах тоже различна. И поэтому можно, конечно, услышать достаточно часто, что мессианские евреи говорят, церковь погрязла язычеством. Слышали вы такое? Церковь должна вернуться к своим... Причем, это наши корни, еврейские. Идите сюда, мы вас научим. Как правильно. И когда есть такое послание, нужно учитывать, что мессианское движение в том виде, в котором мы его знаем, оно достаточно молодое. И когда вы приходите в церковь и начинаете их учить, как правильно, вы ответьте себе на вопрос, голос младенца будет услышан? Нет. И нас не принимают. Вообще, такое послание, что вы, ну, в общем-то, язычники, вы все делаете неправильно. Вы еврейских праздников не празднуете, ну, если угодно, то мы, конечно, можем сказать более нежно и мягко. Вы не празднуете библейских праздников, вы не празднуете праздников Господних и так далее и тому подобное. Но, послушайте, люди себя чувствуют неуютно от такого послания. И им трудно с вами быть, ну, быстро согласными и едиными при вашем таком послании. Потому что, когда вы приходите и объявляете человека язычником о том, что он жил жизнь неправильно, а вы вообще неизвестно кто, неизвестно откуда пришли, но знаете точно как надо, сильное единство будет. Как-то меня пригласили в библейский институт в Макеевке под Донецком. Ну, там было свободно, можно ездить. И я приехал, я тогда учил тему даяния. И мне пришел после этого декан этого учебного заведения, говорит, что мессианские евреи могут учить о чем-то кроме праздников? Я понял, это проблема. Нас так воспринимают. Нас так воспринимают. Поэтому, в общем-то, давайте подумаем, где то основание библейского учения или учения Христа, на котором мы можем искать и строить единство? Где то призвание, которое есть у мессианской общины по отношению к телу Христову, которое будет являться для нас основанием единства? Вот это хороший вопрос, мне так кажется. Потому что, если мы придем к пониманию праздников, это хорошая тема, но она точно не душеспасительная. И она зачастую не является темой, которая объединяет, из которой стоило бы начинать. Ну, мое понимание. И уж точно не стоит обвинять в церковь в язычестве и том, что они в день солнца празднуют вместо шаббата и все остальные наши мессианские приколы. Ну, послушайте, полемика на эту тему, мягко говоря, достаточно широка. Я иногда пишу разные темы в интернете. Самая популярная шаббат, ну, пожалуй, может быть даже круче по популярности вопрос свинины. Можно кушать свинину или нет? Затроньте эту тему, обсуждений будет вообще масса. То есть, для мессианских евреев, как люди воспринимают, важно несколько частей. Праздники и свинина. Праздничная свинина. Кошерная свинина. Мои хорошие, мы же мессианский ретрит проводим. Вам неплохо было бы знать для начала, что понятие кашрут – это подмена понятия чистоты, тахор. И когда люди заводят разговор о кашруте, я говорю, подождите, давайте поговорим о библейском понятии. Потому что слово кашер – допустимо. Ну, в общем-то, Библия не рассматривает. Библия рассматривает в основном понятие чистоты. Но поскольку евреи на определенном этапе утратили возможность достижения чистоты, то пришлось ввести понятие допустимого или кашерного. И те же самые наши мудрецы, они говорили, что вначале было не так. Так, если мы откроем девятую главу, книги были шиты, мы узнаем, что после того, как Ног вышел из ковчега и принес все сожжение, понятно, чистых животных. Почему, кстати, принес чистых животных? Правильно, он был взрослый мальчик, понимал, что нечистых только двое – мальчик и девочка. Если убить одного, навряд ли они будут иметь потомство. А чистых было – по семь. И когда он это все сделал, Всевышний благословил человека и сказал, что мы можем кушать. И если вы прочтете внимательно, что же может кушать человек, то вы выясните – все. Ну, в общем, все-все. Все, что движется, пожалуйста, можно спокойно вкушать. И так было до определенного момента, пока не вышел на сцену Маше и не дал нам закон, который ограничил употребление некоторых видов животных в пищу. И наши мудрецы говорят, что во времена Маше можно будет кушать все. Поэтому, когда заходит разговор на эту тему, я спрашиваю, простите, а времена Маше уже настали или нет? Если для вас время Маше настало, то кушайте себе на здоровье. А если для вас еще не настало, то, очевидно, у вас есть некоторые ограничения. Я не против. Вы определитесь только. Наши мудрецы говорят, что когда настанет, тогда уже можно будет все. Если для вас таки да, настали они, то кушайте на здоровье. Но если нет, то ни в коем случае нельзя. Понятно, да? Итак, подойдем к посланиям апостола Павла. В общем-то, весьма интересная личность. Написал большую часть посланий Нового Завета Бретхадаша. И он говорил о себе, обрезанный, это филиппийцам 3, 5 и 3, 6. Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, из колена Венеминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божия, по правде законной, не порочен. Я думаю, что немногие сегодня могут сказать о себе то же самое. Это был очень интересный человек, но у нас сегодня не о нем. В общем-то, речь идет, он выбрал в себе достаточно трудную жизнь. Почему? Для Иудеев, как Иудеи. Чтобы приобрести Иудеев, для Подзакона как Подзакона, чтобы приобрести Подзакона. Для Чуждых Закона, как Чуlaş��면. И очень важно читать продолжение, Не будучи Чужим Закона перед Богом, но Подзаконен Христу, чтобы приобрести Чуждых Закона. Очень непростая жизнь. Но такое призвание было у этого человека, и Всевышний призвал его для того, чтобы служить кому? Верующим из язычников. Несмотря на то, что он приходил первое место, куда он приходил, это была синагога, но он был призван язычником. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. И служая язычникам, он в сердце имел все равно евреев. Продолжение Римлянам 11 глава, 13-14 стих. Не возбужу ли ревность в сородниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Это был вот такой человек. И дальше апостол Павел пишет удивительное послание к Ефесянам. Если мы откроем первую главу Ефесянам, то начинается послание очень интересно. Павел, волею Божий апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефеся святым и верным во Христе Иисусе. Ну, приятно. Святые и верные. Благодать вам, святые и верные, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе и всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создание мира, чтобы мы были святы, непорочны перед Ним в любви. Ну, хорошие слова такие. Хорошее начало, хорошее обращение. И вот стоит нам дочитать до второй главы. И Ребе Шауль продолжает. Говорит, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, началось, да? И дальше он говорит, итак, подводим итог. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. И это тот парень, который писал, забывая заднее, простираясь вперед. Он обращается к добрым, хорошим ефесянам. Он говорит, а вам неплохо помнить, что вы язычники. Ну, то есть, не забывайте об этом. Помните. И почему? И он продолжает. И так помните вы, что некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанным плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели, кстати говоря, никакой надежды, и были бы сбожниками. Говорит, вот это вот все вам надо помнить. Ну, мне бы было, честно говоря, неприятно. Зачем это вам? Зачем такие неприятные вещи напоминать? Ну, все, это же все в прошлом. Сейчас-то зачем? И, очевидно, это непросто, потому что он говорит о тайне домостроительства. Дальше он будет писать о том, что я изложил вам тайну домостроительства. Мое понимание тайны. И здесь все непросто. Нужно было помнить, что, в общем-то, те ребята, которые, ну, были обрезаны, догадываетесь, о ком идет речь, ну, и причем он наточняет на всякий случай, чтобы вы понимали, не о духовном обрезании идет речь, а идет речь об обрезании делаемыми ручками, ручками. И говорит, вот те самые вас называли не очень хорошо. Ну, и, в общем-то, по большому счету, вот эти самые, которые вас обзывали, были правы, потому что вы были безбожники, были чужды народа Божьего, были чужды заветов, обетований, и вообще у вас, ребята, не было никакой надежды. И дальше он переходит к более, конечно, приятной мысли и говорит, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие, некогда далеко стали близкими кровью Иисуса». Извините, а кому они стали близкими? Молодцы, правильно отвечаете. Хорошо, чувствуется мессианский библейский институт. Они стали близкими к народу. И это очень важный момент. Потому что, к сожалению, церковь утратила один из фундаментальных моментов отождествления себя с народом. Непростая вещь. Очень непростая вещь. Потому что, когда обращаются к верующим из язычников, то пишется, «А вы некогда не народ, а ныне народ Божий. Евреи, они были народом, а все остальные некогда не народ». И здесь есть проблема, откуда не народу приобрести народное самосознание. Евреи, даже когда, извините меня, не очень хотели отождествлять себя с еврейством, нам об этом быстро напоминали. Очень быстро. Мне в школе постоянно об этом напоминали. Я считал, что я не похож. Но окружающие со мной похожи. Но окружающие со мной не согласны были. Они как-то быстро меня идентифицировали, но говорили, кто я. Как правило, ЖИД. Ну, вообще, честно говоря, самое неприятное переживание я пережил в стране под названием Польша. Такое количество слов «ЖИД» в свой адрес я никогда не слышал. Поляки тут преуспели. И когда я сидел в собрании, мне говорили «ЖИД», все время смотрели на меня. Ужас. Я понимаю, что поляки просто так евреев называют, но было все равно неприятно. Я в курсе, претензий к полякам нет. Я говорю о своих чувствованиях. Да, пан Жидовский, да? Я говорю, такого количества слов «ЖИД» в свой адрес я нигде не слышал. Мы удивительные ребята. Знаете, как-то мы проводили такое евангелизационное собрание на какой-то еврейский праздник, собирали людей со специфическими именами, фамилиями или отчествами и приглашали всех честно на еврейский праздник. И собрали в кукольном театре в Донецком, ну, уже человек 200 было. Понятно, еврейский праздник, имя, фамилия, отчество, все нормально. И выходит Адриан, если кто-то его знал, и спрашивает Андриаша, говорит, а кто здесь в зале евреи так машет руку? Еще одна бабушка руку подняла. Говорит, ну да, я, говорит, понимаю, когда нас в одном месте собирают и просят сознаться, как правило, это плохо заканчивается. У нас хорошая память и хорошее самосознание еврейского народа, да? Да, да, да. Я еще это дальше. Будет чуть-чуть, я попрошу сознаться, кто из вас. Итак, где взяться этому самосознанию? И, к сожалению, сегодня очень мало учений о том, что мы все разделим одну судьбу. Мы, верующие, бритха, даша, мои хорошие, разделим одну судьбу. И я вам скажу, это может быть не совсем приятно. В истории были прецеденты. Когда за то, что мы верующие, сегодня достаточно много учений о преуспевании личности, но достаточно мало учений о том, что мы один народ. Для евреев это учение произошло через века. И нам донесли хорошо эту мысль. И когда евреи хотели ассимилировать, то дедушка Гитлер выяснял национальность до четвертого колена. На всякий случай, чтобы не промахнуться. И именно поэтому на сегодняшний день закон о репатриации в Израиле тоже выясняет нашу национальность и дает право на репатриацию до четвертого колена. Это не совпадение. Это не просто так. И когда апостол Шаулин говорит нам, Павел, говорит нам о том, что послушайте, вы были некогда далеко, а теперь стали близко к обществу израильскому, то он говорит о том, что ребята, теперь мы имеем одну судьбу. Одну судьбу. И мы разделим с вами одну судьбу. А я против. А я не хочу. Тогда извини меня, ты не часть народа. Ты не часть этого общества. И здесь вопрос личного отождествления. Потому что если у меня вопрос личного отождествления отходит на второй план, мне окружающие говорят, кто я. Я бы, может быть, и не хотел, но они говорят, кто я. Верующие, из язычников, они имеют право выбора. Понятно? И это вопрос личного отождествления. Никто вас не заставит быть частью этой большой еврейской семьи. Я периодически проводил эксперименты, спрашивал, кто из вас, еврей, поднимите руку. Часть зала поднимала, часть нет. Некоторые поднимали соговорка и говорили, мы духовные. Я, правда, таких не знаю. Ну, они так хотели. Я поэтому жестко говорил, нет, нет, нет. Меня интересуют настоящие, фактические, реальные евреи. Ну, которые духовные, они отсеивались на этом этапе. Я говорил о том, что, послушайте, посмотрите на Руфь, которая была Моавитянкой. И она, как-то странно, вошла в родословие. И шо? И даже евреи, которые признают родство только по маме, вообще не смущаются от этого. и принимают ее за полноценную, реально, фактическую еврейку. Потому что она сказала две вещи. Твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим. И я после этого спрошу, так, кто вы? Вам надо просто определиться, он ваш Бог, и евреи ваш народ, или нет. И если вы утвердительно отвечаете на этот вопрос, то позвольте спросить, да кто вы после этого? Фактически? Реально? И вопрос не стоит о вере вообще. Стоит вопрос о вашем отождествлении себя с народом Божиим. Он стоит в этом. И дальше мы читаем. Да? Дальше мы читаем. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Христа, ибо Он, мир наш, заделавший из обоих одно, разрушивший стоящую посредине преграду. Классные слова. А какую преграду Он разрушил? Между тем и тем разрушена преграда. Это был вопрос. Ответ тишина между и временами и за счетом. Да? А вы сейчас зайдите все на голову попробуйте. Подождите. Я ничего не понял. Еще раз. Давайте размышлять просто над простыми словами Писания. Есть преграда, некая преграда. Говори. Да, которого воздвигают он сам был. И я вам скажу по секрету, вот ту преграду, которую он воздвигает между евреями и язычниками, он никогда не собирался разрушать. он специально воздвигал. Он не случайно ее воздвигал и не собирался никогда ее разрушать. И я задаю вопрос. Скажите мне, пожалуйста, еврейское общество это закрытое или открытое общество? Еврейское закрытое или открытое? Закрытое. Да? Нормально. Они там себе закрылись. Во-во, вот так вот делают и не можно не подходить. И если то не надо. А христиане, добрые христиане, они закрытое или открытое общество? Ну, мнение аудитории как обычно делится. Смотрите, еврейское общество закрытое, но открывается на определенных условиях. На определенных условиях вы можете войти в это общество. И вы не поверите, но христианское общество, оно тоже закрытое и открывается только на определенных условиях. Всевышний запретил смешанные браки евреям. Можно подумать, христианам он их разрешил. Нет, не разрешил. Ну, в общем-то, если ты называешь себя евреем и хулишь творца, ну, рекомендовали вывести недалеко, и что сделать? Ну, вывести из общества. Вычеркнуть из списка. Для нас сказано, что если человек называется братом и продолжает грешить, то с такими не сообщайтесь. Мы тоже закрытое общество. и открытое только на определенных условиях. И поэтому преграду никто не разрушал. Эту. Он не сказал, так, евреи, давайте, смешивайтесь с язычниками, быстро. Преграда разрушена, давайте, чтобы не было никакого отличия. Никогда Бог такого не говорил. Я понятно говорю? Тогда возникает вопрос, какую же преграду он разрушил. И здесь нужно понимать, что ситуация несколько изменилась. До этого момента, до прихода Ишо, было две категории населения на земле. Евреи и все остальные. Но после того, как пришел Ишо, ситуация стала несколько сложнее. Появились евреи, верующие в Машеха, и евреи, неверующие в Машеха. Язычники, принявшие Машеха, и просто язычники. Итого раньше было, а теперь четыре. И когда мы читаем это местописание, нужно понимать, о ком идет речь. Из кого из двоих Он создает себе? Из евреев, принявших Мессию, и не язычников. Верующих из язычников, которые приняли Машеха. Он не из всех евреев создал, и не из всех язычников. И когда вы посмотрите на верующих из язычников, то вы узнаете, что оказывается, они отличались от природных евреев. Были некоторые отличия. И в частности, это был момент, они не имели права на землю в Израиле, только природные евреи, она была распределена по коленам, и вторая часть, они не имели права входить в двор народа. И вот эта преграда, которая была во втором храме, на которой было написано на четырех языках, если ты не еврей, то не стоит, потому что если ты сойдешь, не обижайся. Понятно, да? Вот эта преграда на пути к Богу, она была разрушена. Если раньше верующий из язычников, празелит или гер, он доходил до этой преграды, он должен был остановиться, и продолжить путь мог только еврей, то сейчас доступ воспитыва святых открыт для верующих из язычников, верующих из евреев. И эта преграда на пути к Богу, она разрушена. Но никто не разрушал преграду между евреями и язычниками. Понятно, да? Тут понятно или нет? Что мысль, я так понимаю, свежая? Или не свежая? свежая? Итак, итак, очередная тайна. Римлянам, 11 глава, 25 стих. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей. Вы любите, да? Тайну. Чтобы вы не мечтали о себе. Ну, Павел в своем репертуаре. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников или не наступит полнота язычников. Не наступит полнота. Полнота – это не численность. Полнота – это некое качество. И вот, что интересно. Он создает в себе, в себе, из двоих одно. И он для этого одного берет часть, часть евреев и часть верующих из язычников. И дорогие евреи должны быть в курсе, чтобы из этой второй части полнота не наступит. Еще раз, только медленно. Евреи, которые были всегда в центре, должны осознать, что с второй части полнота не наступит. Мы не полноценны без составляющих верующих из язычников. Ну, недоделанным. Извините. И если вы хотите, чтобы наступила полнота, мы нуждаемся в верующих из язычников. Ну, и верующие из язычников, извините меня, они достигнут полноты. Безвели. Верующих машеха. И если мы хотим единства, если мы хотим, чтобы наступила полнота, мы должны понять, что мы друг другу просто необходимы. Потому что мы бы с друг другом не составим той полноты, на которую придет Христос. Поэтому задача верующих из язычников точно такая же, как задача верующих из евреев объединиться и быть едиными во Христе Иисусе Господу нашим. И мы нуждаемся в друг друге. Мы не меньше, чем они. И они не меньше, чем мы. Мы нужны друг другу. И это основа нашего служения. Это наше послание. К ним. Не давайте будьте, как мы. Давайте будем вместе, потому что мы нужны друг другу. Спасибо. Мы нужны друг другу. В этом наше единство. Наше единство не в литургии. Наше единство не в праздниках. Наше единство только в Мессии. И в том осознании, что мы нуждаемся в друг друге, чтобы наступила та полнота, при которой Христос придет за нами. Аминь. Немножко понятно, да? Насколько я понимаю, время подходит к концу. Осталось. Я понял. Спасибо. Валентина Романовича, думаю, не согласится. Итак, есть время. Давайте так. Есть время. У нас пять минут на вопросы. Я попробую на них ответить. Общая идея понятна? Спасибо. Вопросы, ответы, предложения, пожелания. Что, нет вопросов? Если нет вопросов, то я понял, ничего не понятно. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Церковь не может исповедовать антисемитизм. Некая поместная община может исповедовать доктрину замещения. Окей, нет вопросов. Вопрос из задачника. Наше ли дело судить об этом? Наше дело прийти и в смирении служить и приобретать их как братья. И точно не получится приобрести их, если прийти и объяснить им. Слушайте, вы находитесь вообще в глубочайшем заблуждении. Это ересь. Поэтому идите сюда. Я вас тут научу. Мы должны служить и таким людям. Он говорит, послушайте, мы братья. Примите нас, пожалуйста, как братья. И точно не разбирайтесь с ними доктрины, не рубитесь на двухручных мечах и не объясняйте, что они неправы. Многие верующие ведут себя не так, как бы хотелось. Многие церкви исповедуют доктрины, те, которые мы считаем не соответствуют Писанию. Я не думаю, что доктрина замещения, она соответствует Писанию. Я так не мыслю. Но это не повод мне приходить и объяснять им, что они неправильно понимают. Это повод мне молиться, смиряться и пытаться найти общий язык и сказать, послушайте, я брат, и я нуждаюсь в вас. Вы нужны им, как братья. Другая платформа просто. И не мое дело размышлять на то, что Христос с ними будет делать, когда Он придет. Это не мое дело, это его задача. Он будет об этом размышлять. И не моя задача формировать к ним отношения на основании того, как я думаю, что Христос к ним будет как-то относиться. Это не моя задача. Моя задача служить им. И послушайте, евреи изначально послужили. Послужили всему миру. Так что Евангелие распространилось на язычников. И евреи имели мудрость изменить свое понимание. Постановление Первого Иерусалимского собора происходило не так просто. Это отдельная тема, достаточно интересная. Но они имели мудрость снизойти к немощи других. И сегодня мы можем видеть корейские церкви. Нормально. Цыганские церкви. Ничего, тоже нормально. Еще какие-то церкви. Тоже нормально. И вы приходите в эту церковь, и вы видите предметы национальной культуры. Да, это определенная музыка, это определенное прославление, это определенный язык. Ну, как бы, нормально. Это нормально. Но как только речь заходит о еврейском, это проблема. Послушайте, нужно говорить просто. Мы хотим быть такими, как мы, мы уродневеств. Точно так же, как украинцы, точно так же, как корейцы. Мы не хуже. Почему бы нам не позволить оставаться такими же? Мы не навязываем никому своей культуры, точно так же, как и вы, в общем-то. Если вы хотите приходить в корейскую церковь, пожалуйста, воспринимайте эти танцы, это прославление. Точно так же, если вы хотите приходить в мессианскую общину, воспринимайте нас такими. Но не надо навязывать никому свою точку зрения. До какого понимания достиг, по такому и живи. Но ты живи, а не навязывай другому. Ну, ответил каким-то образом. Нужно понимать, что об избранности евреев очень много разговоров, дискуссий. Я в этом случае говорю очень простые вещи. Да, у нас есть избранность. Мы избраны для определенной цели. И по большому счету у нас есть преимущество перед всеми остальными. Да, это тоже неприятно слушать. Я понимаю, что у кого-то есть преимущество. Иди сюда. Я буду показывать свое преимущество. Смотрите, вот два человека. Мы ничем не отличаемся. Ну да, он чуть моложе, у него преимущество. Но вот у меня так раз. И у меня есть преимущество. У меня есть вещь, которой у него в данный момент нет. Я не знаю, может, что у тебя дома есть? Окей. Но в данный момент у меня и есть преимущество. Но то преимущество, которое у меня есть в данный момент, оно говорит что-то обо мне как личности. Ничего. Оно ко мне как личности вообще никакого отношения не имеет. Это штука, которую мне дали. Мне ее действительно подарили, поэтому мне ее дали. И она не делает меня лучше, чем он. Она дает мне преимущество. Понятно? Спасибо большое. То есть, когда мы говорим о преимуществе, нужно понимать, что идет речь не о нас, как о народе, лучше, чем о других. Нам чего-то дали, чего другие не получили. И поэтому написано на Ипачи, им верено Слово Божие. Нам оно было верено. Окей, это первая часть. Второе. У нас есть одна великая задача, сказать баруха ба, душа Мадонна. У нас это задача. И это, я думаю, призвание у нас никто еще пока не отнял. И Бог ожидает, чтобы мы как народ провозгласили, что уже пора приходить за нами, мы уже готовы. Но пока мы еще не готовы. Пока нам нужно трудиться и проповедовать Евангелие, во-первых, людей. Ну, пока вот так. Поэтому нужно понимать, что мы нуждаемся в верующих из язычников, а верующие из язычников нуждаются в нас, и, во-первых, людей. Спасибо за субтитры, за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...